Всем привет! Сегодня, значит, я решил рассказать вот об одной такой интересной теме. Получил несколько дней назад сообщение от Ламастера. Очень опытный такой человек в плане видеороликов и прочего. Он пишет «А не хотите ли поднять канал? Значит, и не цените ли свой труд?» «Труд свой ценю. Канал свой поднять у меня стоит на третьем, на пятом, на десятом плане. Почему? Объясняю. Моя цель – создать ресурс, на котором были бы представлены многие популярные авторы роликов и о Винде, и о Линуксе на русском языке, на других национальных языках. Да ради Бога! ну, создать, скажем так, сайт, в основном рассчитанный на русскоязычную аудиторию, где люди могли бы зайти и посмотреть там своего любимого автора, ну, допустим, Юрий Шатохин. Пожалуйста, посмотрите, человек, у него очень хорошо раскрученный канал, имеется, значит, масса подписчиков, там, масса просмотров, тем не менее, человек, у него есть не только свой канал, у него имеется, значит, свой собственный веб-сайт, тем не менее, он не посчитал для себя зазорным потратить какое-то время, там, зарегистрироваться, значит, и теперь у нас люди смогут просматривать опять-таки его ролики, а ему это пойдет только в плюс. Понимаете, вот задача-то у меня не раскрутить там свой личный канал, и чтобы только мне там дорогому, хорошему, и распрекрасному там капало все в карманчик, а создать для русскоязычных людей, повторяю, не для русских, а для русскоязычных, то есть люди, которые понимают и говорят по-русски, вот, создать хороший, нормальный, добротный канал, где было бы собрано очень много всякой там информации, в основном, ну, скажем так, видеороликов, хотя и текстовая информация будет не сомневаясь и так далее. Ну, чтобы, допустим, человек мог зайти на этот канал и не рыскать на эту, не рыскать там по трубе, а чтобы он мог пробежаться по основным там, допустим, главам, посмотреть, что его интересует, выбрать, и уже спокойно работать на этой теме, то есть сократить людям времени и в то же время создать мощный русскоязычный ресурс по, вопросам там о линуксах, там, о виндовсах, там, по другим операционным системам. Поначалу задумывалось, как только для линукса все сделает. Ну, потом, значит, пришли разные авторы, которые тоже пишут хорошие видеоролики. Ну, как я могу запретить хорошему автору публиковать свои видеоролики у меня? Да никак. Да пусть публикует, да ради бога. Вот. И ему плюс, как говорится, и нам плюс. Вот такая, скажем, моя цель. Я к этому шел, вот смотрите, у меня вначале был блог, сейчас я с блога всех переправляю на сайт и форум. почему я ухожу от себя дорогого, любимого, как говорится, незаменимого. И любой автор меня понимает, да в любой день человек может, грубо говоря, заболеть и сломать ногу там или выбыть и строй на долгий срок, а может быть и навсегда. Ну и что? И все то, что он, как говорится, делал, улетит в никуда. А здесь, по крайней мере, как говорится, будут собраны все его видеоролики. И люди смогут всегда их просмотреть. То есть, здесь цель-то уже другая, не прославлять там и воздавать там хвалы какому-то там определенному автору. А тут, скажем так, человек может себя еще и увековечить. Потому что команда у нас создана хорошая. Есть очень опытные администраторы, очень опытный значит, менеджер сайта, которым всем этим делом руководит. Значит, поэтому я вам так хочу сказать, что со временем люди будут чувствовать для себя просто, скажем, престижным, быть представленным на странице нашего сайта. То есть, люди-то понимают, что да, там авторы делают каналы, там, они их раскручивают, делают свои собственные блоги. Ну, все это длится там один, два, три года, ну, пять, ну, десять лет, ну, не вечно же. А здесь эта штучка сделана хитро, понимаете как? Что создается значит, сайт создан уже русскоязычный, где информация широко представлена по разным компьютерным тематикам, тут и технери приглашается, кто там конкретные технические советы дает и так далее. Да ради бога, публикуйтесь. Значит, ну, учтите, что, значит, будет вам выделен, как говорится, вот раздел со всеми вашими видеороликами, ну, а разбрасывать свои видео по тематике вы будете, как говорится, уже сами ручками, придется работать самим, уважайте моих, скажем так, администраторов, вот и все. Так что, надеюсь, я полностью ответил на вопрос, почему, а вот потому, просто потому, что я хочу поднять свой канал, чтобы на нем было много пользователей, хотя у меня их приличное количество, вот, но это не моя главная цель, а моя главная цель создать просто хороший ресурс на русском языке по компьютерам, вот таким вот образом, значит, вопрос о качестве, значит, у меня хорошо освещены там, как снимать и делать видеоролики, поэтому все остальные, значит, навороты возьмете от того же, как говорится, ламастера, потому, что у него очень много там чего полезного, ну, лично, допустим, я вот такими украшательствами заниматься просто не могу, не намерен, потому, что у меня просто-напросто нет на это времени, постарался делать всегда высокое качество и нормальный звук, в начальных видеороликах не все получалось, но со временем все стало получаться более или менее нормально, вот таким вот образом, критиковать можно, как говорится, все, что угодно, даже солнце, за то, что на нем есть пятна, поймите, не это моя главная цель, моя главная цель создать просто нормальный ресурс на русском языке для русских людей, для русскоговорящих людей, все, вот теперь, когда точки над и поставлены, ради бога, вот, есть такое английское словечко, называется оно welcome, а по-русски оно звучит, добро пожаловать, ради бога, ребята, никто вам особенно препятствовать не будут, критерии самые простейшие, не оскорблять, не унижать человеческое достоинство, вести себя прилично, и ролики, чтобы были по теме, если на видеороликах будут какие-то ссылки, ссылки будут удаляться, почему, потому что мы не можем проверять каждую ссылку, которая поведет нас, извините меня, на нехорошие места, там, где будет национализм, там, шовинизм, там, и прочая всякая дрянь, вот, плюс, публика у нас многоязычная, и если тот же иностранный автор какое-то время выложится, выложит свои ролики, ну, там, его же соплеменниками будет замечена, извините меня, какая-то полная чушь, ну, что, ну, тогда автор будет с треском просто-напросто выпровожден с канала, раз и навсегда, без права, поэтому, когда что-то там выкладываете, думайте, вот, все хорошее, пожалуйста, все плохое, или там, с подковыркой, забудьте, рано или поздно оно вылезет, и будет просто-напросто удалено с сайта, вот таким вот образом, ну, ладно, самую главную мысль мою вы поняли, значит, что моя цель не раскручивать мой собственный там канал, мой собственный блог, моя главная цель просто создать нормальный, хороший ресурс для русскоязычных людей, вот, для русскоговорящих, вот и все, просто, ясно, как говорится, без всякой там задней тени, там, сомнений, или еще чего-то, но, мои ролики следующие могут появиться не скоро, потому что у меня тут, может быть, и там, и на месяц, и на два, там, и на три, там, задержка там в видеороликах, но я нисколько не сомневаюсь, почему, потому что у меня есть, во-первых, хорошая команда, и плюс у меня уже есть, извините меня за изображение, люди, которые вот здесь представлены, вот наша богатство, и наша ценность, кстати, могу подкинуть всем хорошую идею, как можно конкретно помочь нашему сайту, каким образом, допустим, ни у меня, ни у моей команды, у нас просто нет времени бегать там по всяким меценатам и так далее, по спонсорам, а может быть, у вас такие люди есть, но они просто даже не знают о нашем ресурсе, и вы могли просто бы им посоветовать, значит, вот как раз помочь, грубо говоря, хорошему ресурсу, который вот создан с такими целями, ну, а цели, сами видите, тут нет ни политики, ни там никаких там расовых, там, языковых, там, половых, там, и так далее, там, ограничений, ради бога, пожалуйста, пусть, значит, тогда эти спонсоры свяжутся с нами, и мы будем просто-напросто рады, значит, если нам появятся люди, которые смогут, допустим, помогать нам, у нас есть вот уже несколько спонсоров, скажем, причем, видите, из разных стран, как говорится, я всегда подчеркивал на свои отношения там, к тому, что там человек может быть из любой страны, но если он, как говорится, понимает наши цели, задачи, да ради бога, он всегда сможет стать нашим спонсором, если человек хочет увидеть свое имя полностью, ради бога, будет выдано вот так, если человек захочет увидеть только просто, допустим, там, свое имя, там, или там фамилию, да ради бога, сделаем так, как ему нравится, если хочет вообще участвовать анонимно, можем сделать и так, дело-то не в этом, дело важное в том, чтобы человек знал, что к нам, допустим, можно обратиться, нам можно помочь, да ради бога, помочь может каждый, есть у нас поддержка технического состояния, есть, значит, это самая поддержка там лично меня, можем сделать поддержку там еще там разных авторов, да нет проблем, вот, все идеи, как говорится, приветствуются, причем, понимаете как, ну, я знаю одно там, мои там друзья знают другое, но, если нас, как говорится, много, кто-то из вас, кто-то, где-то кому-то может там подсоветовать, поэтому, как всегда, помощь, нормальная, без всяких там подковык, всегда приветствуется, ради бога, обращайтесь, и будем только рады, и не только я там, там моя команда, но и это же сторицей, и всем, скажем так, пользователям обернется, так что, так что я еще раз желаю всем всяческих успехов, и запомните, вот наша цель просто-напросто, вот одна такая, вот создать просто хороший ресурс, русскоязычный, для любителей компьютеров, вот и все, так что, до свидания, и до новых встреч,